Ещё один комментарий касается Украины, но немножко с другого угла. Как вы знаете, продолжает муссироваться информация о неких передвижениях российских колонн через границу. Мы уже на брифингах говорили вам о том, что существует такой венский механизм, который был адаптирован в 2011 году по мерам доверия в сфере безопасности, который предусматривает регулярные инспекции государств-участников. Вот с 9 по 12 февраля инспекционная группа в составе четырёх офицеров Вооружённых сил Украины проводила инспекцию так называемого указанного района площадью 15 тысяч квадратных километров на территории Российской Федерации в Ростовской области. Эта инспекция, подчеркну ещё раз, проводилась в соответствии с венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и преследовала цель выявления наличия или отсутствия военной деятельности, подлежащей заблаговременному уведомлению. Такой деятельности группа не выявила, о чём её руководитель официально заявил по завершении инспекции. При этом он указал на, далее цитирую по тексту доклада, точное соблюдение положения венского документа, конец цитаты, российской группы сопровождения. Казалось бы, цель инспекции достигнута. Четыре офицера Министерства обороны Украины добросовестно выполнили свои служебные обязанности и дали объективную оценку положения дел на сопредельной территории. Так что оснований говорить о какой-то повышенной военной активности в Ростовской области не было и нет. Очевидно, однако, что такой вывод не может устроить представителей так называемой партии войны в киевском руководстве. В этих условиях украинская сторона вполне ожидаемо предпринимает весьма неблаговидные попытки, как мы говорим, докрутить объективные выводы своих инспекторов до требований текущего момента. Иначе как объяснить, что пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины выдвинула претензии к российским средствам массовой информации, якобы, дальше цитируя, сфальсифицировавшим подтверждение украинской стороной отсутствия активности подразделений российской армии в регионе. Конец цитаты. Украинская сторона, дескать, оставляет за собой право считать, что в тех местах, где не побывала украинская группа, могла проводиться военная деятельность. Очевидность политического заказа, который отрабатывается упомянутой пресс-службой, не требует долгих комментариев. Вместе с тем обращаем внимание на намерение Киева включить подобные голословные утверждения в официальный отчет о результатах этой инспекции, который должен появиться до конца февраля. Соответственно, может повториться прошлогодняя ситуация, когда украинская группа инспекторов в ходе проверки в Белгородской области заявила об отсутствии военной деятельности в этом регионе, а официальный отчет уже содержал безосновательные надуманные претензии украинской стороны к действиям вооруженных сил Российской Федерации. Приходится вновь напоминать Киеву, что в основе инспекционной деятельности по Венскому документу должна лежать объективная оценка того, что участники инспекционных групп видели своими глазами, а не то, что продиктовано политическим руководством, а также домыслы и измышления, к тому же включаемые задним числом в отчет инспекционных групп. Продолжение следует...